всем привет это проект редколлегия читару меня зовут андрей козлов со мной андрей затирка мы редакторы читару и мы сегодня хотим поговорить о путешествиях наших городских чиновников самого главного получается настоящего городского чиновника александр михалыч сапожникова который на минувшей неделе слетал на день города петровск петропавловск камчатский чуть не сказал петровск и забайкальский было бы очевиднее да если бы сети менеджер чит и поехал на день города в петровск и забайкальский но об этом не сообщалось в течение последнего года а в петропавловск камчатский он съездил мы на это обратили внимание причем это было достаточно неочевидно мы нашли этот сюжет яндекс новостях дежурный журналист просто на мониторинге слова что в яндекс новостях увидел фотографию сети менеджера 4 сама сапожникова который сфотографировался на вот этом дне города и у нас сложилось ощущение что александр михайлович не очень хотел бы чтобы это стало достоянием общественности это его путешествие потому что где чита где петропавловск камчатский город не могу быстро говорить настолько это необычно для нас вот но тем не менее факт этот стал достоянием общественности и мы вы даже на него не обратили наверное предметного внимания если бы не тот факт что в Петропавловск, Камчатске и вообще на Камчатку. У нас теперь вообще принято среди чиновников ездить. У нас туда ездят сотрудники пресс-служб массово, от самых разных министерств. Туда ездят руководители органов исполнительной власти. И не только. Туда ездят блогеры. Вообще Камчатка стала таким местом некоего паломничества. Оно немножечко политизированное паломничество. И я написал по этому поводу колонку. Вчера выбирал события недели и мне попалась эта история про Петропавловск, Камчатский. Уже лучше. Уже лучше, да. Но еще к концу лет коллеги я научусь быстро говорить этот город. Я обратил на это внимание в том числе, потому что целая серия путешествий туда чиновников. Это, конечно, связано с тем, что теперь в Петропавловск, Камчатском работает бывший руководитель администрации губернатора Сергей Викторович Нихаев. Он там то ли заместитель губернатора, то ли вице-премьер. Первый вице-премьер. Там, видимо, разделены тоже должности вице-губернатора. А, нет, первый вице-губернатор, правильно. Да, ну, в общем, я совершенно не знаком со структурой органов власти на Камчатке. Там недавно прошли выборы. Выборы выиграл тоже так называемый технократ, да, человек, который имеет довольно посредованное отношение к региону по фамилии Солодов. Эти выборы, победу на этих выборах обеспечил ему Сергей Викторович Нихаев. Он действительно один из лучших, таких, как это называется, выборных менеджеров, избирательных менеджеров, электоральных менеджеров. Так можно, наверное, назвать Сергей Викторович Нихаева. В этом ему не откажешь. Он может выиграть, наверное, любые выборы. И логично будет, если следующий выбор он выиграет где-нибудь в Хабаровске. Потому что в Хабаровске самая непростая, наверное, сейчас ситуация. Кому-то там нужно избираться. И если вдруг Сергей Викторович в следующем году окажется в Хабаровске, мы все за него будем болеть. Чтобы там были тоже свои 70-80%. На фоне всего, что происходит в Хабаровске эта победа будет гениальна. Ну и потом, наверное, он все-таки переместится куда-то на федеральный уровень. Это логично. Этого, наверное, даже требуют результаты его работы в российских регионах. Ну, а мы все-таки про наших чиновников. Победы Сергея Викторовича победами Сергея Викторовича. Ну, а мы хотели бы видеть сити-менеджера Читы Александра Сапожникова все-таки не в Петропавловск-Камчатском. И даже не в Петровск-Забайкальском, а все-таки в Чите. А вот с этим у нас большие проблемы. Андрей, как тебе кажется, хватает ли нам сити-менеджера Александра Сапожникова в нашем городе? Что ты думаешь про его путешествие на восток? Это прекрасное путешествие, в ходе которого он видел, наверное, и вулканы Камчатки и Тихий океан. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что Петропавловск в Камчатске отметил 280 лет со дня основания. И вот пристрелиз отличный у них на сайте размещен, на сайте администрации города. И здесь, помимо всего прочего, там традиционные поздравления, все прочее, проговаривается, кто у них в гостях побывал в это время, да, и их поздравлял на месте. Интересный список просто. Среди тех, кто приехал лично поздравить, Петропавловск в Камчатске и его жители, исполнительный директор Союза городов воинской ставы Игорь Сунгуров и его заместитель Валерий Коннов, руководитель администрации городского округа города Чита Александр Сапожников, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Геннадий Комаров. Все. То есть, вы представляете, вот Петропавловск в Камчатске, да, регион, ну, как бы дальневосточный, так же, как Чита, да, но где Чита? Географически даже. И где Петропавловск в Камчатске? Какая вообще связь здесь? Мне вот плохо просматривается. То есть, приходят, приезжают за несколько тысяч километров, летят на самолете люди, да, чтобы поздравить Петропавловск. То есть, зачем? Мне главный вопрос, зачем? Ладно, здесь попытаться, если какие-то выводы сделать, да, нет, все-таки договоритесь, почему не Владивосток, да, почему не Хабаровск, почему там, я не знаю, какие-то ближе, наверняка, еще есть ближе города, да, почему Чита? Может быть, мы хотим какой-то там опыт, какие-то связи наладить, да, и какой-то опыт оттуда привозить. Но вот если вспомнить хотя бы, ну, вот из того, что последнее было, да, фильм Дудя про Камчатку, просто там, ну, как бы показывается реально Камчатка, там, то есть, картинки такие, город реально, по-моему, еще хуже, чем наш, разрушен, там эти стоят дома, которые разваливаются, которые надо давно снести, построить новые, но ничего не делается, денег на это, естественно, там очень дорого все это делать. Люди оттуда бегут без конца, еще больше, чем у нас, да, и спрашиваются, вот что оттуда можно привезти полезного? Ладно, если бы поехал... Впечатление. Впечатление, да, ладно бы, ну, то есть, впечатление о природе. Личное впечатление о природе. Если бы Сапожников поехал, например, на день города в Хабаровск, или там, в Иркутск, или хотя бы в Улан-Удэ, ну, то есть, можно было как-то обосновать, да, помимо того, что там... Да, как вы спрашивали Сапожникова? Пока еще нет, но... Ну, позвоните уже, спросите Александра Михайловича, что такое, он уникально вам все расскажет. Вот, и... Если бы, вот помимо этого, что-то, да, какой-то опыт он привез, ну, окей, ладно, можно было как-то... Как он сейчас обосновать это может? Я мало понимаю, кроме того, кроме той связи, вот, что там Михаев, да, и вот, что... Я не знаю... Вы дозвоните сегодня, то есть, сегодня у нас будет или отказ от комментариев Сапожникова, ну, или где-то в ближайших окрестностях, или он что-то скажет по этому поводу. Я думаю, что как-то прислужба что-то там объяснит, наверное. Ну, скорее всего, действительно, передача опыта одного не очень благополучного города к другому не очень благополучному городу. Я с твоими сравнениями согласен съездить в Улан-Удэ и посмотреть, что они там сделали, например, на тех же ресурсах, было бы, наверное, прикольно там, да? Более того, я считаю, что это вообще важная работа для чиновников ездить, вообще смотреть, что делают другие города, своими глазами видеть, руками чувствовать там и так далее, ногами там чувствовать, да? Вот. У нас, я когда работал чиновником, я обращал внимание на то, что у нас вообще не было этих командировок, мы в другие города не ездили и были немножечко в своем соку варились. И вот приезд этих супер, как там они, эффективные менеджеры, да, позволяет по-другому немножечко, наверное, чиновникам взглянуть на российскую действительность. Но Петропавловск-Камчатский действительно никак вообще не присобачишь ко всему к этому. Вот. Но я как чиновник могу тебе сказать, зачем люди, бывший чиновник, могу тебе сказать, зачем часто люди ездят в командировки, такие за впечатлениями. То есть очень много командировок, чиновничьих, они не связаны ни с чем, кроме получения впечатлений. Я сам, когда был чиновником, много в такие командировки ездил. То есть у меня были, например, заграничные командировки, смысла которых я в ходе всей этой командировки вообще не понимал. А в этой командировке могли находиться там 20 чиновников, там или 30 чиновников, да, и это не имело никакого значения вообще для региона. Но нам очень нравилось, это было круто, да. Или я, например, ездил много раз на пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, когда был сотрудником пресс-службы губернатора. Это очень странное мероприятие, потому что ты едешь на пресс-конференцию Путина, которая в прямом эфире транслируется, вообще мгновенно раздербанивается. Вообще очень интересно. Да, зачем ты туда за 6 тысяч километров ездил? Ну вот я не знаю, я успел походить по экскурсиям по Кремлю, например, там вот эти все красивые залы. В Москву каждый раз приезжаешь, можно погулять по Москве. Ну вот какие-то вроде впечатления. Вот последняя моя командировка была, я уволился в марте 2013 года, я ездил с сотрудницей пресс-службы тоже, мы вдвоем летали в Ростов-на-Дону. Там тоже, это было как раз какое-то мероприятие Единой России, по-моему, на котором то ли Путин, то ли Медведев Путина выдвигал, то ли Путин Медведева куда-то там, я уже не помню. Но это та же самая была история, ты прилетаешь туда, сидишь там неделю, ждешь непонятно чего, а потом это все попадает в новостные ленты еще до того, как ты из зала вообще вышел. Вот поэтому много чиновничных командировок происходит в таком режиме, но все равно в большинстве случаев можно как-то объяснить, ну зачем люди едут на пресс-конференцию к Путину, чтобы иметь возможность вопрос вообще-то задать. То есть у каждого из нас был всегда с собой вопрос, мы там тянули руку, однажды, по-моему, то ли Игорь Геннадьевич Кунгуров, то ли Александр Олегович Баринов успел даже вопрос задать про объединение, что-то такое. То есть это были не совсем в этом смысле пустые командировки, объяснение самое главное было. Зачем мы летали в Ростов-на-Дону? Ну чтобы там, может, с коллегами поговорить, какие-то синхроны записать, я не знаю. Ну а здесь действительно никак не объяснишь Петропавловск-Камчатский, что вообще к чему. И здесь же еще вопрос про то, что если бы Александр Михайлович Сапожников был великолепным сити-менеджером, и к нему не было вопросов, да и пускай он хоть куда хочет летает вообще. Если у нас все в городе в порядке, если у нас порядок на улицах, мусор убран, подрядчики занимаются тем, чего от них требуют контракты, на которые они соглашаются. Ну как бы лети, пожалуйста, Александр Михайлович, птицы в Петропавловск-Камчатский или в город Киото в Японию, или слетай в Канберу в столицу Австралии. Ну хоть куда лети. В конечном итоге я вот писал сегодня в Телеграм-Четарушной колонку маленькую про это, и думаю, может быть, они города-побратимы наши, Петропавловск-Камчатский, нет ни города-побратимы. Он не город-побратим. Чего он туда полетел, непонятно. Ну и возвращаясь к теме того, что в городе происходит. Ну реально, что в городе происходит. Тебе не кажется, что не надо сейчас сети-менеджер никуда вылетать? Слишком много проблем. Как минимум, много проблем с теми же дорогами, например, которые не вовремя делать. Ну мы про эти дороги уже все уши прожужжали. Так там еще миллион тем вообще, которые не решены. Отопительный сезон вообще-то только начался. Да, то есть вот много мы критиковали Анатолия Дмитриевича Михайлева, да, и тех людей, которые были следом там за ним. Они немного успели поработать. Был, по-моему, забелин сети-менеджером успел побыть. И Кузнецов, которого посадили за взятки. Но возвращаясь все-таки к Анатолию Дмитриевичу, он себе такого, если и позволял, то, наверное, как-то умело это скрывал. Я не помню таких странных историй. Но Анатолий Дмитриевич был человеком старой формации. Вот, они мог, наверное, сдержаться и не устраивать, не участвовать в массовых фотосессиях. Потому что вот откуда мы узнали про то, что все чиновники, очень многие чиновники из Забайкальского края посетили Петропавловск-Камчатский. Они все это постят в социальные сети. Когда это один человек постит, ты на это не обращаешь внимания. Но потом на тебя начинают, там, все же скидывают друг другу эти ссылки. И этот в Петропавловске-Камчатскому, и этот, и этот, и этот. И такое ощущение, что, короче, все эти два здания, мэрии и правительство полетело к Сергею Викторовичу Нехаеву за руку там с ним поздороваться. Или не знаю, чего они к нему летают. Как будто им мессенджеров не хватает. Вот, поэтому к работе мэрии Читы приковано, во-первых, большое внимание. К ним очень много вопросов. И посреди всего этого Александр Михайлович, который сначала в карантине сидел две недели, потом взял и сразу улетел в Петропавловск-Камчатский. И ладно бы это объяснялось. Его же не существует вообще ни с прессой Сапожниковым. Он не дает пресс-конференции, он не дает больших интервью. Я ни одного его интервью практически не помню. Ну, такого проблемного, чтобы его взял журналист, по которому ты понимаешь, что он задаст нужные вопросы. Но вот наша главная редактор Екатерина Шайтанова, по-моему, не этим даже летом, а прошлым брала у него интервью где-то в преддверии его дня рождения или около того. А все после этого я ни одного интервью не помню. Это тоже странно. Человек работает полтора года. Я помню одно интервью, которое он дал. Он сити-менеджер, это почему вообще так? Где пресс-конференции? У меня вообще огромный вопрос с поводу того, почему они пресс-конференции не проводят. И губернаторы сити-менеджеры. Это значит, что они боятся отвечать на вопросы. Во-первых, боятся. Во-вторых, не умеют отвечать на вопросы. А есть часть вопросов, на которые нет ответов. И тогда эти вопросы должны не журналисты задавать, а вообще совершенно другие люди. И этих вопросов тоже боятся. Нет пресс-конференции, нет интервью, есть масса вопросов и на фоне всего этого Сапожников собирается, летит Петров-Павловск-Камчатский и там фотографируется, эту фотографию выкладывают на сайте города Петров-Павловск-Камчатский. Слушай, ну это реально какой-то сюр. То есть у меня такое ощущение, что над нами немножечко издеваются. У тебя нет такого? Есть. Здесь я бы еще хотел добавить, что был же Сапожников вообще-то там не один. И это еще смешнее, на мой взгляд. Начальник управления по делам ГОИЧС, администрации Читы, Геннадий Комаров, ГОИЧС, по-моему, Чита, это один из тех городов, в котором руководитель отдела по ГОИЧС города должен всегда находиться, всегда должен находиться в городе. В любой момент что-то может произойти. А в этот момент Комаров находится в Петропавловске-Камчатском. Ну то есть это еще более. Если Сапожникова хоть как-то можно попытаться объяснить, чего там делал Комаров, я вообще не понимаю. Это, видимо, за компанию просто, чтобы не было скучно, Александр Михайлович. Слушай, ну мы же при этом знаем только те командировки Сапожникова по стране, про которые кто-то где-то написал и про которые они сами захотели сказать. Но даже эти смотрятся странно. Вот последний, я помню, перед его карантином, он летал в Москву с Гуцулом, по-моему, начальник что-то городского чего-то управления, управления городского хозяйства, они ездили договариваться с ГЛОНАССом о сотрудничестве, что-то такое. Я вообще, честно говоря, посмотрел на эту командировку, у меня как-то изнутри вообще головы как-то все зачесалось, я думаю, они что творят вообще? Ну потому что Гуцул управлял коммерческой компанией, которая была привязана как бы в том числе к этим мероприятиям, связанным с ГЛОНАССом, вообще вот с этой системой отслеживания транспорта. Потом он становится начальником управления городского хозяйства, которое как-то связано с транспортом, они собираются вдвоем и летят в Москву договариваться с ГЛОНАССом о чем-то, где в это время компания Гуцула, как это вообще все происходит, зачем они это вообще публикуют, зачем они тут вдвоем летят, в городе заняться нечем, с ГЛОНАССом договариваются, ну пускай Гуцул один тогда, наверное, летит, Сапожников зачем туда летят, они зачем вдвоем это делают, они на ком самолете летели, эконом-классом, бизнес-классом, как это вообще все происходило. Нету системы отчетности, нету самое главное понимание того, что они делают, если бы это было понимание, возможно и вопросов бы не было, понимаешь? Ну почему все время твердим с тобой про эти пресс-конференции, про эти интервью, потому что нужно объяснять людям, которые вас наняли на работу, чего вы вообще делаете. У нас у Сапожникова, по-моему, ощущение, что его на работу нанял губернатор, нет, у нас на работу ни губернатора, ни сети-менеджера не наняли какие-то люди, их народ нанял. У нас это в законе, во-первых, прописано, во-вторых, это логика работы чиновников, их нанял на работу народ, то есть губернатор Забайкальского края на работу нанял народ Забайкальского края, жители Забайкальского края. У нас сети-менеджер Александра Сапожникова на работу нанял народ, жители города Читы, они платят им зарплату из своих налогов. Мы все платим им деньги, они не собираются перед нами отчитываться о своей работе, это немножко странно. Но, еще раз говорю, если бы к ним не было вопросов и все в городе цвело бы и пахло, ну, наверное, мы бы и не писали эту редколлегию. Вопросы эти есть, при этом мы вот много критикуем городскую власть, и вот я сегодня ехал по улице, например, Богомяково, от дома отъезжал, перекресток Богомяково и Кастринское. Они же там наконец уложили этот асфальт, сделали разметку, правда разметку сделали вообще там туши свет, забыли сделать эти прерывистые линии на выезде из моего двора. Там знаки не соответствуют разметке, ну ладно, бог с ним. Но в целом улица Богомяково стала красивой, наконец-то, ну, по крайней мере, в районе моего дома. Куда-то все это движется, вот, например, говорит Александр Михайлович Осипов, в следующем году мы 5 миллиардов вложим в дороге, да? В этом году сколько мы с тобой говорили? 800 миллионов, а в следующем году, это там в Чите только 800 или по краю? В Чите. В Чите, но в следующем году из 5 миллиардов, наверное, большая часть Чите тоже достанется, Читинская агломерация. То есть, если они эти деньги все-таки освоят, мы опять, видимо, переживем очередное безумное лето, но в конечном итоге все немножечко изменится к лучшему. Или множечко, да? Потому что если 5 миллиардов рублей вложить в дороге, но это не может остаться незамеченным. Даже если подрядчики там плохие, даже если они разметку не так сделали. Все равно, слава богу, Богомяково стало ровной. То есть, через тернии, как говорится, к звездам. Ну, так это же нужно объяснять, это же нужно показывать, это же нужно рассказывать. То есть, у них там вроде даже структуры для этого какие-то есть. Вот они там, это управление при службе информации губернатора, где я работал. Потом оно стало управлением при службе информации правительства. Отлично, то есть, они расширили сферу влияния свою, да? Судя по названию. Потом они распилили его на две запчасти. Рома Шадрин туда ушел, возглавляет одно управление. Специальный специалист приехал из Владивостока, другое управление. Два управления теперь занимаются пиаром Александра Михайловича Осипова. У Сапожникова целый Алексей Викторович Будько теперь работает. Помимо прислужбы. Помимо у него есть там какая-то прислужба, еще Алексей Викторович Будько. Человек вообще-то опытный. И явно как-то они в паре работают со всеми вот этими прислужбами. У них целая система распространения информации. И нихрена непонятно, они что делают-то вообще. Понимаешь, что я говорю? Они занимаются какой-то работой, мы не можем прочувствовать, в чем она заключается, эта работа. Как будто она не очень качественно проводится. И на фоне всего этого Петропавловск-Камчатский. Здесь мне бы хотелось, знаешь, с какой стороны на эту историю посмотреть. Вот если, например, взять какого-то образа, чисто гипотетически смоделировать ситуацию, человека, который не способен занимать какое-то там, по разным умениям, навыкам, знаниям, занимать какое-то место, но ему вдруг повезло, его назначили на хорошее, вообще жирное место. И он там получает хорошую, нормальную зарплату. Более того, он может там пользоваться разными там, не льготами, но разными там бонусами, клюшками. Например, назначать себе премию. Например, ездить по командировкам по стране. Ну и вот его цель, например, была прийти, когда он туда шел, не сделать что-то глобальное, потому что ему не хватает на это где-то там знаний, где-то желаний. Или может быть даже хочется, но он просто не может этого сделать в силу своего багажа. Но при этом есть такая возможность, и он хочет ею воспользоваться. И вот он берет ею, пользуется. И вот ты смотришь со стороны это, и кажется, что вот, я не знаю, там, есть вот люди, например, у нас где-нибудь в каких-то госкомпаниях, которые сидят там в советах директоров, да, вообще непонятно, каким образом они туда попали, непонятно, чем они занимаются, но они там кайфуют реально от жизни, там, получают. Вот здесь такая же ситуация, типа, вообще непонятно, что делает, вообще там плохо понятно, там, вот как, ну, но зато он по максимуму выжимает вообще из вот этого, вот того, что ему досталось. Премия 70 тысяч, ура! Да, еще 70 тысяч, давай, еще 70 тысяч и давай. И там причины, мы нам наберем вообще причины. Сходил, съездил на свалку, там, походил что-то там, 70 тысяч там, да. В Москву, в Москву, вообще отлично. Петропавловск. Петропавловск, давай. Это только то, что мы знаем. Еще какими там, как он летал туда, где он там жил, и все это за счет, скорее всего, бюджета, это мы узнаем обязательно, уже запрос подан. И вот это вот реально такое ощущение, что человека посадили, и он вот этим всем максимум пользуется. Пока можно, да? Пока можно. И он даже не хочет, по-моему, и у него нет желания вот отчитываться, объясняться и все прочее. Вот его поставил кто-то, назначил, и вот он максимум выжимает. И если посмотреть на Осипова, с его стороны, да, то, как он людей назначает на некоторые должности, и какие обоснования этому, да, ощущение, что похоже, только не так, конечно, ну, прямо вот нагло, да, но очень похоже. И тот, как фонд развития использует, да, Забайкальского края, тоже похоже. Как можно быстрее выжить. Быстро и максимум. Просто у всех свои возможности, и по Сапожникову, это более так явно видно, потому что Осипов все-таки другого размаха личность. Да, но логика же должна быть другая. Вот у меня в голове одна была бы логика. Я, например, не очень готов к этой должности, но так сложились обстоятельства, что меня на нее поставили. Я бы, короче, рогом уперся, чтобы всему городу доказать, что я заслуживаю. Я бы, короче, во-первых, говорил бы, ребята, да, я еще не очень готов, у меня не хватает знаний, опыта, умений, я буду его нарабатывать. Я ради вас буду упираться здесь, я буду, короче, пахать с утра до ночи, я вообще, короче, с места не сойду, пока не сделаю жизнь в городе лучше. Я буду там с улиц не вылазить, буду со своих подчиненных требовать вот это вот все. Да, я выписал себе премию в 70 тысяч рублей. Так мы пахали сколько вообще? Я, в общем, головы не поднимал, от стола с бумагами разбирался, а в ночи поехал ямы смотреть. Ну, вот такое что-нибудь. Ну, серьезно, я бы, я считаю, что логика нормального, как бы, руководителя, она должна быть примерно такая, что вы в меня не верите, но я вам докажу. Вот я, короче, мужик, я вам докажу вообще. И вы еще посмотрите, ему бы посмотрели. Ну, может быть, старается, ты видел, там, стрижет кусты, метет улицу. Это локальные пиар-ошибки, вот со всеми этими стрижками, выметанием улиц, как бы, я в этом ничего такого, честно говоря, это выглядит странно, честно говоря, ну, с моей позиции. Но это как бы не глобальные ошибки. Глобальные ошибки заключаются в том, о чем ты сейчас говоришь. Что, ну, как бы, непонятно, чем люди заняты на этой должности. Мы этого не понимаем, к огромному сожалению. Поэтому мы этой своей редколлегией с Андреем Викторовичем Затирко призываем и Александра Михайловича Сапожникова, и всю городскую администрацию, и других чиновников, в том числе, краевого уровня, все-таки объяснять нам, что вы делаете. Что вы делаете? Зачем вы делаете? Зачем вы вообще летите в тот или иной город? Что вы оттуда привозите? И самое главное, помните о том, на кого вы работаете. Вы не работаете на вышестоящего чиновника. Вы работаете на людей, которые на этой территории живут. Они ждут от вас результатов работы сейчас. Не через год, не через два, не через 10 лет. Они хотят жить в этом городе сейчас. И поэтому хотят получать от вас результаты работы именно сейчас. Это важно помнить. Мы все время думаем, вот потом будет лучше. Потом может вообще не быть. Спасибо за внимание. Счастливо. Пока.